Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с того, что впервые за долгое время украинские силовики смогли наконец похвастаться хорошим результатом. Громкое преступление раскрыто. Подозреваемую в совершении убийства полковника СБУ Александра Харабирюша задержали в Одессе. Ее удалось буквально выманить с оккупированной территории. Напомню, полковник Харабирюш был убит в марте этого года в Мариуполе. Почерк этого преступления был типичным для последнего времени. Киллер взорвал автомобиль. Сослуживцы полковника пообещали сделать все, чтобы найти и наказать виновных. Сколько за убийства получил киллер и как было раскрыто это преступление, смотрите далее. Утро 31 марта этого года. Мариуполь. В оцеплении правоохранителей пожарные тушат взорванный джип. Преступление совершено дерзко в нескольких метрах от центрального райотдела полиции. У меня такое впечатление было, что у нас тут начали бомбить. А позже стало известно, за рулем машины был полковник СБУ Александр Харабирюш. Спиробедник СБУ, фактически руководитель контртеррористического подраздела Донецкого полиции СБУ, загинул в собственном автомобиле, вбился выбух, он втратил обе две ноги и от кровотечи помер в шуткой документе. Александр Харабирюш был очень заметной и даже знаковой фигурой для Донбасса. Украинский патриот, родом из Донецка. В военных кругах его называли Саша Хара и очень уважали, враги боялись. Харабирюш был одним из самых эффективных контрразведчиков. На его счету около 80 задержаний российских агентов и террористов. И в большинстве операций он принимал участие лично. Поэтому одной из первых озвученных версий убийства был российский след. И вот сейчас, спустя полгода, об этом говорят как о доказанном факте. Мы знаем значительно больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу только то, что эта людина входила в так называемый Центр специальных операций, который действует под эгидой МГБ ДНР. Центр координается и финансируется спецслужбами Российской Федерации. А на этой неделе задержали исполнительницу убийства. Жительницу Донецка удалось выманить на подконтрольную территорию. Она приехала в Одессу оформлять биометрический паспорт. Хочу сделать добровольное заявление. Я Прасолова Юлия Вадимовна 13.07.1988 года рождения. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта. Убийство полковника Александра СБУ. За выполнение своей работы она получила за предыдущими данными 15 тысяч американских долларов. Юлию Прасолову удалось задержать благодаря видео с камер наружного наблюдения. Вокруг ходила, ходила, смотрела, смотрела. Один раз уже хотела подойти, села в арку, открыла рюкзак, подняла голову, на меня смотрит камера, испугалась, ушла. Но в конце концов Прасолова вернулась и прикрепила взрывчатку к днищу машины Харабирюша. Этот момент тоже есть на видео. Убийство полковника СБУ расследует по статье «Теракт». И хотя исполнительница поймана, следствие еще продолжается. Еще раз важно заметить, насколько это убийство полковника Харабирюша похоже по почерку на убийство Павла Шеремета. Взорван автомобиль. Сила взрыва была такой, чтобы Шеремет не смог выжить, но при этом случайные люди не пострадали. Киллер-женщина. Вот только в расследовании убийства Шеремета нет никакого прогресса уже более чем полтора года. Да и журналисты исследуют факты этого дела даже тщательнее, чем сами следователи. Полицейские же занимаются расследованием и убийства Амины Акуевой. Тут почерк убийц совсем другой. Напомню, в понедельник вечером в Киевской области был обстрелян джип. Акуева погибла, ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу. Это было уже второе покушение на Акуеву и Осмаева за последние пять месяцев. И если в первый раз киллера удалось задержать, то на этот раз никаких данных о том, кто стрелял, нет до сих пор. Предположений масса. О мотивах убийц спорят всю неделю. И, похоже, это еще одно громкое преступление, правду о котором мы узнаем еще не скоро. Почему, знает Алексей Пшемырский. Поселок Глеваха под Киевом. Тот самый железнодорожный переезд. Та самая дорога. Сейчас о преступлении напоминают лишь остатки заградительных лент на деревьях и окровавленные медицинские перчатки на асфальте. Амина и Адам двигались по одесской трассе, развернулись и съехали в поселок. Нападавших было двое. Первый поджидал на повороте в Глеваху и следил за машиной. Как только жертвы приблизились, он дал команду киллеру. Миновав переезд, Адам свернул вправо, на дорогу, в сторону села Малютинка. Непосредственно киллер мог прятаться прямо где-то в этих кустах. Справа по направлению езды автомобиля. Именно с той стороны, где сидела Амина. Лесопосадка. Вокруг ни камер, ни прохожих. Как только джип приблизился, он открыл по машине огонь. Адаму удалось проехать еще около 300 метров. Он свернул и остановился в лесопосадке. Все разлеталось вокруг меня, все, панель, все. И попало в голову. Я сколько мог проехал. Машина тоже, когда двигатель попал, остановилась. Я пытался показать первую помощь. Но мне в голову попали. Убийство произошло около 9 вечера в понедельник. На место сразу съехались десятки полицейских авто. Все подъезды и подходы перекрыли за сотни метров. Это пока единственные видеомашины после нападения. Как видно, со стороны водителя всего три следа от пуль. А это фото джипа опубликовал боец АТО Ротан Крымский. Написав, что Амина приняла на себя 6 выстрелов. Адам Асмаев получил лишь ранение в ногу. Кто именно был целью киллеров? Вопрос пока без ответа. Ведь нападавшие, покидая место преступления, могли видеть, что Адам жив. По мнению местных жителей, убийцы уехали по той же дороге, в сторону Малютинки. То есть мимо расстрелянного джипа. Эта дорога идет через поля. По ней можно попасть в Боярку. И именно в Боярке кто-то сфотографировал сломанный той же ночью шлагбаум на переезде. Не исключено, что киллеры пытались проскочить перед поездом. Но пока это лишь предположения. Комментарии правоохранителей довольно формальны. Что это было? Это был обстрел? Расстрел обыкновенный. К сожалению. Война идет в стране. Позже в полиции добавили, Амину и Адама заказали. Обе версии покушения, озвученные правоохранителями с российским следом. Работа вражеских спецслужб или месть Рамзана Кадырова. В России Адама подозревают в подготовке покушения на главу Чечни и на Путина. Родившийся в Грозном, Асмаев давно поддерживал идею борьбы за независимость республики. Его отец в прошлом влиятельный в Чечне бизнесмен, занимавшийся нефтью. Адам учился в престижных вузах МГИМО и Букингемском университете в Великобритании. В 2007-м его в составе группы чеченцев задержали в Москве, якобы за подготовку теракта. После этого он прятался в Украине. В Одессе познакомился с Аминой, а в 2012 году был задержан. Но после Майдана был полностью реабилитирован и отправился в АТО вместе с Аминой. Там она была медиком в батальоне «Киев-2», затем стала снайпером. По данным СМИ, настоящее имя Амина Акуевой Наталья Никифорова. Позже она стала Анастасией, а затем Аминой. Родилась в Одессе. По ее словам, настоящий отец был чеченцем, а мать – уроженкой Краснодарского края. Амина долгое время жила на Северном Кавказе. Школу окончила в Москве. Именно там в 17 лет приняла ислам. Затем вернулась в Одессу, поступив в медицинский. Первое покушение на Адама и Амину произошло этим летом. Тогда в Киеве в Осмаево стрелял Артур Денисултанов, известный в России бандит и близкий к главе Чечни киллер. Мужа спасла Амина. Подстрелила нападавшего из наградного пистолета. Сейчас Денисултанов в СИЗО. Адам уверяет, первое покушение – подрыв бойца батальона Дудаева Тимура Махаури. И теперь убийство Амины – дело рук одних и тех же киллеров. Это продолжение. То есть это российский след? То есть это то же самое. Извиняем на этой цепи. Здесь действует террористическая какая-то группа. Интересно, что по словам основателя волонтерской группы «Вернись живым» Виталия Дейнеги, Адам и Амина собирались покинуть Украину из-за угрозы жизни и того, как идет расследование предыдущего покушения. Совершенно неожиданно им не дали статуса потерпевших. Даже 4 месяца уже прошло, они до сих пор в этом не являются потерпевшими. При том, что там вся доказательная база была на месте. То есть киллер был подстрелен в машине, при нем было оружие, гильзы, там все было. То есть я не знаю, что еще надо. Адам и Амина хотели уехать из Украины, потому что они прекрасно понимали, что будет второе покушение. Соответственно, без статуса потерпевших только Адам выходит из больницы, с него снимают охрану. Именно из-за этого Амина и Адам уже несколько месяцев находились без охраны, уверяет волонтер. За три дня до гибели Амина опубликовала в сети фото, написав «Мы готовы к встрече с новыми киллерами». Амину Акуеву похоронили в среду в Днепре, на Краснопольском кладбище. К могиле под пристальной охраной спецназа пропустили лишь близких и попротимов. Ни фото, ни видео журналистам сделать не удалось. Адам лишь опубликовал в сети одну фотографию Амины перед погребением. Алексей Пшимыски, Иван Ермаков. Подробности недели, телеканал Интер. Вопросов без ответов хватает и по взрыву телеканала «Эспрессо». Тогда два человека погибли и трое были ранены. Во-первых, до сих пор непонятно даже то, кто же на самом деле был мишенью преступников. Депутат-радикал Игорь Масичук, хотя и пострадал меньше других жертв теракта, абсолютно уверен, что убийцы покушались именно на него. Причем уверен настолько, что обвиняет в проплаченности всех экспертов, которые делают иные выводы. Второй момент. Здоровье пострадавших. Если с Масичуком, то все как раз понятно, его соратники по парламенту без поддержки не оставят, то вот с другими жертвами все намного сложнее. Например, тяжело раненой женщине политики обещали помочь, но ограничились сущими копейками. Подробности смотрите далее. В тот вечер Надежда Тарасенко привычной дорогой шла к себе домой. Буквально за минуту до взрыва зашла в магазин за гостинцем для внучки. Возможно, именно это и спасло женщине жизнь. Это Ирина, дочь пострадавшей от взрыва женщины. На месте преступления она рассказывает, как это было. Надежда Тарасенко получила тяжелое ранение, пуля попала в голову. Три часа за ее жизнь боролись хирурги. Сейчас состояние Надежды стабильное. Ее перевели из-за реанимации в обычную палату. Но впереди еще две операции. И никаких гарантий на полное выздоровление. Ирина даже через соцсети обращалась за помощью для раненой матери. Ведь в первые же дни семья на лечение потратила все сбережения. От Масичука телефоновали, запитали, если нужна помощь. Я сказала, что нужна нужна. И тишина. Потом после этого я им телефонировала. Знову говорю, что могу я ожидать на какую-то помощь. Потому что мы должны на что-то рассчитывать. Они говорят, что да, мы поможем. И все, тишина. Помогали семье обычные люди. А вот помощь наших радикальных политиков, которые так умело делают пиар на любви к простому народу, вышла более чем скромной. В больнице до сих пор находится и пострадавший политолог Виталий Бала. О его состоянии известно мало. Родственники запретили разглашать эту информацию. Зато за состоянием здоровья Игоря Масичука каждый желающий может следить хоть по часам. Политик на своей странице в Фейсбуке с завидной регулярностью два раза в день отчитывается о самочувствии. Пишет и о медицинских манипуляциях, и о снах. В втором парламентское заседание наступного тижня может начать создание темчасовой следовательной комиссии по расследованию замоку на жизнь народного депутата Игоря Масичука и террористическому акту, который произошел в наследок сегодня. Парламент не имеет права молчать. Покушение на себя Игорь Масичук считает единственно правильной версией. Остальные версии даже проплаченными называют. Хотя сами правоохранители допускают, целью преступников мог быть и Виталий Бала. Независимые криминалисты не исключают, что киллер охотился на Михаила Мормеля, подполковника МВД, в отставке. Он погиб во время взрыва. А на этой неделе в СВУ обнародовали еще одну версию. Разглядывается несколько версий. Конечно, одна из них, первая из них, это посягание на жизнь народного депутата, государственного действия Масичука Игоря Володимировича. Водночас разглядываются и другие версии, начиная, включая и пробу замаха на какой-то журналисты, которые работали на Эспрессо. Что же произошло на самом деле, пока гончательную версию не обнародовали? Идет следствие. А значит, остается поле для политических импровизаций. Вот только семье Надежды Тарасенко не до пиар-игр. Ведь у них на кону жизнь мамы. А вот кому всегда везет с расследованиями, так это Антону Герасченко. Мало того, что он сам всегда знает, кто стоит за тем или иным преступлением, так еще и преступления против него раскрываются в первую очередь. Помните покушение на Герасченко, которое якобы готовили российские спецслужбы? Его удалось раскрыть еще на этапе планирования. Силовики демонстрировали даже записи переговоров киллеров. Настолько детально спецслужбам удалось проработать это преступление. Интересно, что преступники никак не могли тогда запомнить, как выглядит и где работает Антон Герасченко. И были заняты поисками денег на такси до России. Подобную оперативную удачу силовики поймали и на этой неделе. По горячим следам задержали преступника, который хотел поджечь автомобиль жены Антона Герасченко. Ну а затем использовать эту шумиху из-за этого преступления в политических целях. Впрочем, злоумышленник ошибся. У супруги Герасченко своей машины нет и уничтожил машину соседки. Найти его удалось при помощи СБУ. Преступник для маскировки носил полицейскую форму. Да и вообще, полиция отчитывается, что криминальная вольница в Украине все-таки заканчивается. Несмотря на ежедневные сообщения о новых убийствах или ограблениях, официальные данные показывают заметный спад преступности. Например, первый замглавы нацполиции Вячеслав Абруськин заявил, что в этом году статистика убийств самая низкая за целые 10 лет. При этом глава нацполиции Сергей Князев утверждает, что раскрываемость преступлений уже достигла 88%. Любопытно только, как же так получается, что именно громкие преступления у нас практически всегда остаются нераскрытыми.